МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Южная природа в основном отличается большим многообразием и флоры, и фауны. Чем может похвастаться северная природа, вот такая, как у нас в Эстонии? Чем, собственно, и Эстония может похвастаться, если мы говорим о птицах? Но Эстония находится на миграционной пути, и через Эстонию пролетает очень много разных видов птиц. Особенно весной и осенью, если люди пойдут к морю, они могут полюбоваться кусями, утками, лебедями. Все эти виды мигрируют через Эстонию. Три больших пути. Если простой человек хочет полюбоваться птицами, ему нужно, наверное, какой-то оптический прибор приобрести. Просто так невооруженным глазом смотреть не очень увлекательно. Конечно, надо пинокль иметь. И у нас построены специальные вышки для наблюдения птиц. Особенно много их найдется на западе в Эстонии, или на Сарема есть, Ленема есть, Пернума есть. Там можно идти на вышку и наблюдаться птицами. Но надо иметь обязательно пинокль с собой. Если мы говорим о глобальном потеплении, то оно часто приносит к нам животных, которые раньше не проживали в Эстонии. Это касается и моря. Там заводятся рыбы, которые никогда к нам не заплывали. В лесах находят таких животных. Что касается птиц, например, на Сарема в прошлом году в ноябре была зафиксирована египетская цапля. Она вроде как раньше у нас не замечалась. И должна получить официальное подтверждение, оно уже пришло или нет? Как вообще учитываются виды животных в конкретной стране? Ну, это цапля. С цаплям такое дело, что он, может быть, и случайно сюда попал. Некоторые виды случайно попадут вместе с другими видами во время миграции. А ясно это, что если климат оттепляет, тогда из юга прилетают к нам, они могут и оставаться тут, и могут гнездиться. И от нас на север идут некоторые виды. Потому что там тоже тепло. И нормальные условия для гнездования этих видов. Так что это постоянно так вниз-вверх движение идет. На прошлой неделе еженедельник Маалех писал, что из-за теплой погоды уже в феврале стали в Эстонию возвращаться некоторые птицы, которые раньше появлялись здесь в марте, в апреле. Ну, эти крачи первыми прилетают, например, скворцы, жаворонки. Все они прилетают, если теплая весна, тогда в конце февраля, в начале марта. Если зуровая весна, тогда уже в конце марта, в апреле. Как они вот там, где они зимуют, узнают, что здесь уже потеплело? Вот этот вопрос мне не дает покоя. Ну, и орнитологи точно не знают, что и как они этот вопрос решают вообще. Иначе как читают новости в интернете? Может быть, компьютер у них в голове. Этот компьютер хорошо работает. Я хочу тоже спросить об этом компьютере. У них в голове что это такое за бортовой компьютер, что у них есть врожденное умение мигрировать, возвращаться в свои родные места, находить нужную дорогу? Ну, они ориентируются, например, смотрят, как луна стоит, как звезды, да. И это как в генах. У них, так называемое, скажем так, что в ТНО уже написано, как и куда надо летать, потому что некоторые молодые птицы мигрируют отдельно от старых. И откуда они знают это, точно мы не знаем. И как они это сделают. Но они все-таки прилетают. Но практически каждый год возникает противостояние орнитологов и фермеров, которые пытаются защитить свои зерновые культуры от перелетных птиц. И, как мы понимаем, тут простое огородное пугало не помогает. Какие есть официальные средства от гона нежелательных пернатых? Ну, есть всякие эти предметы и всякие такие, что вермеры должны использовать. Но в этом году уже начали такой проект, что, может быть, этот луч бугать этих гусей, когда некоторые штуки там отстреливаешь. Этот лимит очень маленький. И эти поля выбраны, и только в трех районах это сделают. Так что попробуем. Потому что в Швеции там уже попробовали, и это помогло чуть-чуть. И наши уже говорили, что с первого апреля начали этот проект, и сейчас этот девятый, уже куси, там, где один отстреляли, уже на это боли человека боятся. И они сразу, как увидят человека, сразу улетают. Так что, может быть, поможет, может быть, нет. Этот мы узнаем только осенью. Но если говорить об охоте, о том, что стреляют в птиц, то сезон охоты у нас открывается на птиц в августе, как я понимаю. Какие вообще есть условия? На каких птиц можно охотиться, на каких нельзя, в каких объемах и так далее? Ну, у нас объем не сказано, сколько в день можешь отстрелять или в сезон можешь отстрелять. Но с первого августа начинается охота на Вальшнепа, например, на Клинтуха. Это обычный вид. И Клинтух такой интересный, что численность пойдет вверх и очень сильно пойдет вверх. Так что их много станет. Они уже будут гнездиться тут в городе Далина, не только в лесу. И там 20 августа начинается на уток. И разные виды уток охотники могут отстрелять. И 20 сентября на кусей начинается. Но чуть-чуть позже я скажу так, что куси прилетают к нам где-то в начале сентября. И вермеры должны ждать и отпугивать эти кусей до 20 сентября. Как-то охотники могут их помочь. А браконьерство сильно распространено в Эстонии? Есть недобросовестные люди, которые нарушают эти запреты и раньше времени начинают стрелять? Если шутить, тогда я скажу, что браконьерство это такое... Ну, никто не знает, сколько этих браконьеров и сколько браконьерства в Эстонии есть. Потому что это такое тайное дело. И никто не говорит, если он что-то неправильно сделал. У нас инспекция по охране природы имеется. И пусть они проверяют, как охотники охоту ведут. Спасибо большое. У нас в гостях был орнитолог, советник общества охотников Эстонии Карл Рохт. Спасибо.